Выходные в Соединенных Штатах завершились, а противостояние вокруг потолка госдолга может продолжиться. Оптимизм в отношении сделки сталкивается со свежими заявлениями республиканцев, а рынок в это время пытается не заблудиться в оценках рисков. Общую картину смазывает перспектива ужесточения денежно-кредитной политики, а дополнит ее индекс доверия потребителей. Аналитики группы компаний Инстафорекс собрали для вас главные новости к этому часу. Это свежий обзор рынка США. Здравствуйте! Биржи США и Великобритании вчера были закрыты, но фьючерсы на фондовые индексы Америки смогли сохранить слабую мажорную динамику. После того, как биржевые топы выросли более чем на 1% в пятницу, а NASDAQ более чем на 2%, предрыночные торги вторника главные индексы США провели разнонаправленно. Промышленный Dow Jones перешагнул в красную зону под давлением снижения Chevron, тогда как S&P 500 и NASDAQ прибавляли от 0,16% до 0,6% в весе. Учитывая основу дня, ключевые индексы США могут сохранить настроение премаркета, по крайней мере, если законодатели в Конгрессе не преподнесут сюрпризов. Что касается прогнозного диапазона движения котировки для S&P, то он очерчен в границах 4180 и 4260 пунктов. Фьючерсы на фондовые индексы США выросли во вторник благодаря новой вехе оптимизма вокруг искусственного интеллекта, которая подняла сектор технологий, а с ним и S&P 500 вместе с NASDAQ. Nvidia прибавляла 4,5% на премаркете после того, как в понедельник заявила, что строит самый мощный в Израиле суперкомпьютер с искусственным интеллектом, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов на приложения для искусственного интеллекта. Эта новость способствовала тому, что Nvidia во вторник впервые превысила рыночную капитализацию в 1 трлн долларов, что делает ее первым производителем чипов в США, присоединившимся к клубу триллионеров. Акции компании выросли до 406 долларов одного цента на премаркете. Мета, стоимость которой на момент последнего закрытия оценивалась примерно в 670 миллиардов долларов, в 2021 году достигла рубежа рыночной капитализации в триллион долларов, в то время как Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon до сих пор входят в этот клуб. Компании, продвигающие искусственный интеллект, получили серьезный импульс после того, как на прошлой неделе Nvidia ошеломила инвесторов прогнозом доходов, который превзошел ожидания аналитиков более чем на 50%. Аналитики с Уолл-стрит назвали прогноз Nvidia непостижимым и космическим. Несмотря на это, сектор вырос вместе с индексом Philadelphia Semiconductor на более чем 13%. Акции крупных ИИ игроков, включая Microsoft и Alphabet, выросли примерно на 1% во вторник до звонка. Другие производители чипов, включая Advanced Micro Devices и Marvel Technology и Intel, добавили примерно по 3%. Акции Tesla выросли на 4,2% и должны были продолжить рост пятницы после того, как Илон Маск прибыл во вторник в столицу Китая – Пекин, где он, как ожидается, встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками и посетит завод производителей электромобилей в Шанхае. Акции Ford Motor прибавили в цене 3,6% после того, как Jeffries повысил рекомендацию автопроизводителя до «покупать». Как понимаете, оптимизм в отношении бигтехов растет и поддерживает сегодня индексы. А вот дальнейшие политические дебаты вокруг потолка госдолга могут омрачить настроение рынка. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей и республиканец Кевин Маккартни в воскресенье подписали соглашение о временном приостановлении действия потолка госдолга и ограничении некоторых федеральных расходов. Комитет по внутренним правилам США заявил, что соберется сегодня, чтобы обсудить законопроект. Кроме того, сегодня часть республиканских законодателей заявила, что выступит против проекта и что может говорить о том, что двухпартийное соглашение может еще столкнуться с тернистым путем через Конгресс. В то время как крайнее крыло обеих сторон выразило некоторое беспокойство по поводу деталей соглашения. Рынок предполагает, что умеренные стороны доведут его до пятницы. Напомним, обе палаты Конгресса должны проголосовать за поднятие потолка госдолга до 5 июня. Затем к концу года казначейство продаст новые долговые обязательства на сумму до 1 трлн долларов для пополнения своей казны. И это может вызвать волатильность на рынке векселей на фоне перетасовки стратегии управления денежными средствами. Аналитики ожидают, что в ближайшие 6-8 недель может быть выпущено векселей на сумму до 600 млрд долларов. Несмотря на длящиеся противостояния, инвесторы переоценили риски дефолта, причем в сторону смягчения. Облегчение в связи с вероятным повышением потолка госдолга США на этой неделе сдерживается неудобной перспективой еще более высоких процентных ставок ФРС и дальнейшим исчезновением любых надежд на смягчение в 2023 году. С учетом того, что некоторые индикаторы инфляции в США оказались более жесткими, чем многие прогнозировали, а майский отчет по безработице должен был быть опубликован в пятницу, растут ожидания того, что ФРС снова повысит ставки в следующем месяце. Рынки фьючерсов теперь видят 60-процентную вероятность того, что ФРС поднимет ставки еще на четверть пункта до диапазона в 5,25% на заседании, которое состоится 14 июня. Еще одним пазлом в общей картине дня и состоянии экономики станет свежий индекс потребительского доверия за май месяц. Кроме того, напомним, что внутри дня Палата представителей рассматривает законопроект о потолке госдолга и выступит член ФРС Томас Баркин, что может оказать дополнительное влияние на настроение рынка. На растущий аппетит к риску и надежды на голосование по потолку госдолга до конца недели индекс доллара отреагировал снижением. USDX довольно внушительно просел по отношению к евро и фунту и опустился ниже значением в 104 пункта. Ближе к открытию бирж США индекс доллара торговался уровнем в 103,9 или на 0,36% ниже. Что касается прогнозного диапазона движения котировки, то он очерчен в границах 103,7 и 104,5 пункта. Переоценка рисков и приближающаяся развязка эпопеи с повышением госдолга США привела к тому, что доллар отступил от максимумов. Индекс также довольно сдержанно отреагировал на заявление политиков о наличии разногласий в решении. Такое движение американской валюты отражает настроение рынка, который, хотя и прислушивается к политическим дебатам, все же похоже на 90% уверен в том, что к дате X решение по потолку госдолга будет принято. При этом хоронить индекс доллара еще рано. Даже после принятия решения по потолку госдолга остается ряд факторов, которые могут оказать давление на рисковые активы и вернуть валюте и убежище силу. Снижение государственных расходов может помочь Федрезерву остудить упрямую инфляцию и способствовать остановке цикла ужесточения. Правда, скорее всего, не в июне. По крайней мере, в этом на 60% уверены фьючерсные рынки. В любом случае, пока о реальных среднесрочных перспективах индекса доллара говорить рано. При отсутствии окончательного решения индекс будет держаться в диапазоне 103,5-104,5 пункта, а высокая волатильность на валютном рынке сохранится. Что касается канадского доллара, то актив внутри дня на ослабление долларового давления смог еще немного восстановиться, но рост луни сдерживал от падения нефтяных котировок. Пара USDCAD снизилась на 0,08% и торговалась вблизи уровня 1,3570. Что касается прогнозного диапазона, то он для котировки очерчен в границах 1,3550 и 1,3600. Луни продолжает подаваться давлению цен на черное золото. Нефть упала почти на 2% во вторник, так как опасения по поводу соглашения о потолке госдолга США охладили настроение рынка, а неоднозначные сообщения основных производителей омрачили перспективы предложения. Крайний срок выплаты долга почти совпадает со встречей ОПЕК+. Это будет 4 июня. И неопределенность в отношении того, увеличат ли они сокращение добычи на фоне недавнего падения цен, все это нарастает. Министр энергетики Садуской Аравии на прошлой неделе предупредил продавцов нефти, чтобы остерегались, намекая, что ОПЕК+, может сократить добычу, а значит цены пойдут вверх. Однако комментарии российских нефтяных чиновников указывают на то, что они склоняются к тому, чтобы оставить добычу без изменений. В апреле Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+, объявили о дальнейшем сокращении добычи нефти примерно на 1,2 млн баррелей в сутки, в результате чего общий объем сокращения ОПЕК+, составил 3,6 млн баррелей в сутки. Во вторник фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,6% до 75,80$, а WTI подешевел на 1,9%. Годовое снижение цены на нефть марки Brent в настоящее время составляет почти 38%, что является самым большим годовым падением с 2020 года. Что касается криптовалютного рынка, то он сегодня тотально оптимистичен, хотя движение котировок довольно сдержанное. Внутри дня биткоин прибавлял порядка 0,9% в весе и топтался чуть ниже высоты в 28,000$, иногда переступая через этот предел. Что касается топовых альткоинов, то они в большинстве своем торговались внутри зеленой зоны. Эфир, Солана, Риппл, Лайткоин, Бинанс и другие прибавляли от 0,03% до 2,3% в весе. Сегодня внимание рынка было приковано к биткоину и биткоину со скидкой. Биткоины на австралийском подразделении Бинанс во вторник были с 20% скидкой и торговались по 23 060$. По сравнению с конкурирующими биржами, что является признаком того, что клиенты стремились быстро закрыть свои позиции. Цена актива составляла около 34 000$ на Бинанс Австралия по сравнению с 43 000$ на BTC Markets, другой австралийской биржи криптовалют. Биткоин котировался около 27 900$ за пределами Австралии на других биржах. Из-за недавнего удаления фиатных услуг банковским партнерам некоторые австралийские пользователи выводят свои активы в австралийских долларах с платформы до закрытия, которое назначено на 1 июня, так сказал представитель Бинанс в сообщении. В результате пары с австралийским долларом стали менее ликвидными, что повлияло на их цену. Кроме того, сегодня стало известно, что Бинанс назначила Ричарда Тенга с большим опытом регулирования своим руководителем всех региональных рынков за пределами Соединенных Штатов. Что касается торговых перспектив и прогноза на сессию для монеты номер один, то биткоин после коррекции в понедельник продолжает держаться в границах широкого диапазона. Между уровнями 27 650 и 28 300 долларов. Преодоление границ этого диапазона может привести актив либо к снижению до 27 тысяч, либо к росту до 29 тысяч. Это был взгляд на биржевой день от аналитиков группы компании Инстафорекс. Наша команда желает вам удачных сделок и роста прибыли. Торгуйте в удовольствии и с Инстафорекс. До новых встреч на канале. Увидимся завтра.